Девушки отдыхают У Джейсона скоро выйдет альбом, и это его документалка Так что, знаете, Джейсон рос в атмосфере музыкантов Да, у меня есть друзья, чьи дети также росли, но они не втянулись А Джейсон сам втянулся Его никто не заставлял И знаете, может он видел, как я играю, и ему это нравилось У меня всегда в доме был музыкальный инструмент Всегда Потому что мой отец музыкант И они всегда лежали без дела здесь И я видел видео, где я играю на пианино до того, как даже научился ходить Просто как маленький хулиган Просто вот так лупасил по клавишам совершенно бессмысленно Просто как ребенок вот так стучит по клавишам И это оказался первый инструмент, который я освоил Первый, на котором я начал учиться А гитара была четвертой И вышло так, что именно гитара получалась у меня лучше всего Поэтому я остановился на ней С самых ранних лет он то бил по барабанам, то бил по клавишам пианино А вот на этой фотографии, если вы посмотрите Он играет на стратокастере 1962 года Они тогда встретились на детском утреннике И там спросили, кто хочет поиграть на гитаре И Джейсон сразу вызвался и выбежал Они повесили на него эту гитару и начали песню А он просто стоял Ему говорят, ты должен сыграть нам на гитаре А он посмотрел на них и сказал, мне нужен медиатор И он не хотел, не хотел играть, пока ему не дадут медиатор Они расхохотались, с ними еще никогда такого не случалось В средней школе у них нужно было выбрать струнные, ансамбль или хор Знаете, и он выбрал струнные Играл на скрипке два года Потом он перешел в ансамбль и играл на барабанах А потом в старшей школе продолжил заниматься музыкой Ходил на занятия по музыкальной теории Играл с юным оркестром принца Уильяма Играл на барабанах Взял уроки игры на барабанах, на пианино Он все никак не мог определиться, на чем играть Я думал, что он не сможет выбрать что-то одно А потом он приходит ко мне и говорит, мол, я хочу быть гитаристом Так он закончил с фортепиано, закончил с барабанами Он захотел играть на гитаре Поэтому я нашел ему готичный лэспол Черный такой лэспол, который относительно дешевенький Думаю, что через годика-два ему надоест И у меня будет неплохая гитара Но оказалось, что у меня оказался этот лэспол Из-за того, что на нем не было недостаточно ладов или струн Я играл на барабанах еще до гитары моего главного инструмента И главная причина этого Это то, что мне хотелось сочинять песни У барабанов нет нот Только ритм Только перкуссия А так как нет нот, ты не можешь объединить их Не можешь сочинить песни Не можешь создать особую структуру из нот И это была главная мотивация для меня Я Дэн Хаузер Басист группы Vale of Maya Я был в этой группе еще в старших классах Это была шред-металлическая группа С парнем по имени Джош И мы искали второго гитариста Общий друг нашел его на MySpace Эх, были дни на MySpace В те дни, когда MySpace был в самом рассвете Было просто огонь Супер! Я искал других ребят, с которыми можно было сыграться Организовать группу Найти тех, кто реально мог играть И это не самое простое занятие Найти ребят в своем районе, которые могли бы профессионально играть техничный металл Или что-то вроде этого Но и случайно тот чувак наткнулся на меня Наш друг из старших классов Связался с ним Пригласил встретиться уже после того, как Джейсон согласился прийти поиграть с нами Дэнни с пятиструнным басом и барабанщик, который играл в своей партии идеально Поэтому эта встреча была великолепна Его отец отвез его на нашу репетиционную точку И сидел там все время, пока мы играли с парнем, которого никогда не видели до этого И это было просто круто И странно в то же время Так мы играли вместе какое-то время И в один прекрасный день я должен был репетировать у Дэнни дома Барабанщик не пришел Джош тоже ушел от нас Так что были только я и Дэнни После того, как 45 минут никто не показывался В тот день мы поиграли где-то 4 или 5 часов С того момента мы и стали лучшими друзьями И вот одна проваленная репетиция Которая отсеяла тех чуваков и сделала нас с Дэнни лучшими друзьями И я всегда считал его лучшим другом все 10 лет, что его знаю К сожалению, думаю, что Джейсон мой лучший друг Я ненавижу это Это забавно, потому что я колесил по миру Прося других людей, чтобы если вдруг они увидят Джейсона Чтобы сказали, что Дэн из Вейл оф Майя ненавидит его Это наши взаимоотношения Мы постоянно говорим, что ненавидим друг друга Типа Ты урод, я ненавижу твою морду, ты отстой И это просто динамика нашей дружбы Вот, к примеру, его шорты карго Ну, полный отстой Когда мой отец откопал те видео, мы впервые увидели его И я просто буквально катался по полу от смеха Потому что он выглядел очень тупо Вот прям вот очень тупо Очень тупо Мои шорты на самом деле классные Они у меня все копятся и копятся И у меня их столько, что с ума сойти можно Я тогда общался с людьми, которым было плевать на моду И так что... Так что я не разбирался в стиле одежды и прочей фигне В основном я носил то, что моя мама покупала мне, когда я был еще ребенком Какие-то гавайские шорты Которые были слишком огромные Не застегнутые, не застегнутые, какие-то грязные Но это же шорты Они же выполняют свою функцию Но вот я и носил их Че не так-то? Никогда не было такого, что я пойду куплю себе новые джинсы, как модный парень Зачем мне это, когда есть козка за 20 долларов? Просто здорово И ему было абсолютно насрать на это Он мог буквально просто босоногим разгуливать Почти постоянно Это было просто отвратительно Мне всегда нравился металл И бас И монстр И шорты карго Как-то раз я был на репетиции с Дэнни и другом Джошем У нас появился новый гитарист Когда тот предыдущий ушел И его тоже звали Джош И вот он был реально классным Он был такой «Хей!» Только что увидел, что All Shall Perish ищут нового соло-гитариста И я ответил «Да!» «Присоединяйся» Он услышал, что они ищут нового гитариста Что они принимают видеозаявки И хотят, чтобы я помог ему сделать его видео Я согласился Я даже не думал о том, что это вообще сработает Даже не надеялся получить ответ Я думал, что никто в жизни не отзовется Потому что наверняка уйдут тем, кто намного круче нас Так что я выложил то видео И по дороге в школу я чекнул имейл А там уже было письмо с ответом Джейсон учился в старших классах Ему оставалось всего полгода отучиться Он к тому моменту уже подал все документы И все, что ему оставалось, это отсидеть 90 дней в школе Получить свои тройки И так бы он выпустился, но этого не случилось Получилось так, что я вступил в Волшелл Пэридж в 2009 Я забросил школу в феврале последнего года обучения Остался с ними я примерно на 10 месяцев Помню, что был примерно год в тот момент, когда я бросил школу Но в то время, когда мои друзья выпускались, я был в Европе В 17 лет уже выступал на европейском фестивале Я думал, что точно принял верное решение Пока они там на сцене подписывают клочок бумаги, сидят на стульях и ждут, пока выкрикнут их имя Я выступаю перед 20 тысячами людей Я не перестаю думать о Дэйве Гроуле, ведь с ним было то же самое Он бросил школу перед самым выпуском, никогда не оглядывался и для него все сложилось удачно Нет, я, конечно, не жалею об этом решении А потом, когда мы участвовали в туре Night of the Living Shred Который был совместно организован All Shall Perish и Born of Osiris Это было в 2009, в конце 2009 Там я встретил Бу Дьюц, тогда с ними играл Тассон И он не мог сыграть их следующий тур, потому что это был первый тур Animal as the Leaders Из-за этого они бросили группу Так сделал и Толсон, и Дэйв Кажется, что это был Barry to Me и Vale of My и Animal as the Leaders Они играли в этих трех группах Поэтому, когда кинули клич, что нужен гитарист, я откликнулся Сказал, что у All Shall Perish три месяца отпуска, я заменяю их Так я и приехал в первый тур с ними Там были Hate Breed, Cannibal Corpse и Earth Born of Osiris и Hate Eternal Это была довольно странная подборка Так прошел мой первый тур с Бу Дьюц Я помню, как проводил с ним время в Бу Хаус, когда он перешел из All Shall Perish Он как будто спать не мог Вечно как на иголках, вечно на нервах Может, несколько раз Знаете такой мандраж перед выступлением? Вот такое у него было на протяжении всего месяца Вот так мы с ними сыграли Это было очень круто Но я очень часто жаловался Поэтому меня выгнали оттуда Вот так вкратце то, что случилось Я жаловался, и они меня выкинули А потом, спустя где-то 20 часов С того момента, как это случилось Я позвонил паре друзей, рассказал, что произошло А потом позвонил Дэну Джонсу из Челси Грин Который жил в том же районе Чикаго, что и я В то время, до того, как я переехал на восточное побережье И я в шутку сказал Ты должен разрешить мне вступить в вашу группу И он сказал Хорошо, я перезвоню И через 4 часа я уже летел в Европу из Челси Грин Провел с ними 3,5 и почти 4 года Записал с ними песню Don't ask, don't tell Было супер Потом я осознал, что я должен продвигать что-то новое Это случилось не из-за моего выхода из Челси Грин То решение было 100% взаимное Ни конфликтов, ни слез, ни злобы Ничего такого не было Просто это имело смысл Я хотел идти дальше, они хотели идти дальше Мы были как-то совсем разными Поэтому было логичнее мне заниматься тем, что мне ближе А им тем, что им Но мы до сих пор продолжаем дружить Даже в тот день, когда мы уезжали Я в аэропорт приехал с Дэном и Джейком И они просто отправились своей дорогой А я своей Думаю, люди будут удивлены Они ожидают что-то вроде моей типичной Соло-гитары Гитарное соло под аккомпанемент, всю песню Где гитара практически выполняет роль вокала все время Но гитара, на мой взгляд, является очень маленьким аспектом всей схемы И я хочу, чтобы все это звучало как кино Несмотря ни на что Чтобы люди могли чуть-чуть послушав Сразу представить перед собой картину И когда выйдет альбом И вы услышите какую-нибудь песню Вы сразу поймете то, о чем я говорю Но могу почти с уверенностью сказать Что будет не то, чего они ожидают Я был в Вирджинии В то время, когда я работал над альбомом «Матриарх» Кажется, я приехал туда навестить семью И так получилось, что в этот момент Я работал над альбомом Я приехал сюда расслабиться А Марк протянул мне гитару Сказал «На, сыгра эту часть У тебя получится быстрее, чем у меня» И я ответил «Хорошо» Он был крут Сразу, как он появился, он начал отжигать Мы дали ему гитару И он сыграл много всего Он написал много всего И все это было очень здорово Забавно, потому что мы были на разогреве У «Вейл оф Майя» и «Афта Зе Баррелл» Когда мы были еще в старшей школе А теперь мы с ними хорошие друзья А я сам играю в «Вейл оф Майя» Затем я приметил пару ритмических партий Из «Тель Юй Тей» И Марк сказал, что тебе надо написать К шред-песне шред-соло Я сказал, хорошо, договорились, я напишу И я написал соло к той песне И когда он занялся сольным проектом Я тоже этим очень загорелся Было очень нелегко работать с «Синди Го Го» Не из-за того, что это был плохой проект А из-за того, что у них были свои собственные планы И они не собирались под меня подстраиваться Потому что я мог просто уйти Собственно, когда мы впервые увиделись Они сказали «Мы выложим запись о том, что ты сворачиваешься сегодня днем» И я такой «Черт!» Я к тому моменту только краем глаза видел «Инди Го Го» Я не подготовил все, что нужно было до конца И у меня оставалось всего буквально два часа Я сумел поговорить с Майком, нашим менеджером И моим собственным менеджером Для того, чтобы отложить публикацию записи хотя бы на часок Только для того, чтобы было еще немного времени Чтобы все подготовить как нужно Когда вся картинка проясняется Вы начинаете работать вместе И ты думаешь, что это будет так «Дзинь, дзинь!» «12 баксов пришло, чувак!» Каждый раз! И ты отвечаешь «Да заткнись, знаю!» Когда мы начали работать с «Инди Го Го» Я много думал над этим и решил, что если я соберу где-то 20 тысяч баксов То точно смогу реализовать то, что хотел Как и со всем, что делается онлайн сегодня Как только ты постишь, то это сразу же получает массивный отклик у общественности Пост раскрутится очень быстро Собрали 10 тысяч очень быстро Потом ажиотаж немного спал И дальше ты уже подключаешь социальную медиа Поэтому, чтобы помочь продвижению записи Я попросил всех, кто участвует в этом Абсолютно каждого, кто принимает участие Я попросил сделать запись и поделиться ссылкой На мою просьбу откликнулись все Периодически опубликовывали И после каждого такого поста происходит небольшой скачок по пожертвованиям Также мои друзья помогали распространять эту ссылку Поэтому, так или иначе, нам удалось собрать Даже больше 20 тысяч Эй, это Тейлор Ларсон Я продюсирую, занимаюсь сведением, мастерингом Записываю все и вообще пишу все для Джейсона Ха, шучу На самом деле я не играю и не пишу ничего для Джейсона Ну, может, только чуть-чуть Я хотел работать с Тейлором с того самого времени Как я услышал P2 в 2012-м, 4 года назад Помню, как он решил сконтачиться со мной После того, как он покинул группу И сказал, что хочет сделать сольный альбом И я был так же, если не больше Ну, World Alive и Chelsea Green делали совместный хедлайнер Реально охеренный тур Ну и, конечно, все группы варились во всем этом Как это всегда бывает с хорошими приятелями Я впервые начал тусить с Люком тогда И как-то раз, когда был бэкстейдж Он сказал, чувак, надо замутить песню вместе И я такой, да, думаю, это неплохая идея И так мы стали заниматься этим во время того тура Мы посидели над этим скрупулезно Подумали немного А потом он сломал ногу И должен был ехать домой Это отстой, конечно Но ничего не поделаешь В итоге получилось даже лучше Потому что песню мы сделали с Тейлором Закончили с ним И получились просто жопораздирающие треки И такими бы они точно не были Если бы Люк не сломал ногу Это, конечно, очень печально Что он сломал ногу И он загубил себе почти полгода Было совсем не весело Но конкретно для нашей песни Это было кстати Грустно это говорить, конечно Прости, Люк, я люблю тебя Привет, ребята Меня зовут Люк Холланд И я играю в сольном альбоме Джейсона на барабанах Я даже представить себе не мог Что я перевалю свою поставленную цель пожертвований Аж на 10 тысяч Я всегда знал, что он человек Который добивается своих целей Он настоящая машина И людям, черт возьми, нравится видеть это Поэтому я не сомневался Что он достигнет поставленной планки Я правда не думал, что это случится так быстро Это просто с ума сойти Сколько денег он собрал на донатах Просто офигеть Я сам такого не ожидал Я нисколько даже не рассчитывал на это Это просто уму непостижимо Сколько людей захотели внести свой вклад Почти на слепом доверии Не совсем, конечно, на слепом Все знали, что Джейсон очень талантлив Когда я собрал нужную сумму Я почувствовал сильное облегчение И я такой, фух Это случилось Больше нечего об этом беспокоиться Больше не нужно, скрестив пальцы, переживать об этом Потому что вот Все деньги собраны Это было главное мое чувство Определенность Постоянство Как британская страховка, понимаешь? Запись официально началась? Да Я просто хочу сказать В альбоме будет столько Шреда Что просто необходимо все вот это О, вот он Мы закончили новую песню вместе с Терриным Получилось очень здорово Для этого я даже одолжил у него гитару Сейчас мы едем встречаться с нашим приятелем Мишей Чтобы одолжить его сигнатурную восьмиструнную гитару Чтобы работать с ней над песней Это просто блеск Здорово, чё, как ты? Вау, как у тебя много света Я сейчас использую новую штуку Я, как обычно, забиваю слой Видишь, как здесь Тут легато И потом я использую патч Он немного меняет и добавляет артикуляцию И звучит это как Да, еще многое зависит от того, как ты размещаешь верха Это сумасшествие Так же, как и моя гитара Которая только что вышла До этого я использовал другую Которую практически каждый день видели в Париже Они звучат в унисон И это просто круто Нет, мне не нравится Я уже говорил, что больше всего проблем с третьей струной Как ни крути Тупая струна Струна G хороша только, если это голая женщина Еще раз Давай еще раз Все началось неделю назад И сейчас мы с Джо вместе закончили песню Все дорожки готовы Все записали И теперь все готово к сведению Поэтому мы встретимся с Люком в понедельник Привет, хорошие друзья Хорошо выглядишь Привет, рад тебя видеть, Джоуи Привет, чувак Чувак, не знаю, что случилось на борту, но Там была девушка, вокруг которой стояли 4 пары медика Уж не знаю, что там случилось, но нам задержали из-за этого рейса на 30 минут Да, ты знаешь, как обращаться с длинными кабелями Я даже не могу ее держать и играть одновременно Вот, держу Спасибо Джейсон даже не понял, что это было, когда ты играл Он даже не въехал, что это была за песня И это была худшая партия, которую я слышал Мы работали с барабанщиком, который мог сыграть все, что я написал на компьютере И все это он превратил в нечто офигенное и добавил живости Меня это очень поразило Помню претензии типа А, делай, как я Ну да, конечно Когда Джейсон попросился играть на барабанах в его альбоме Я сразу же загорелся этим Потому что я хотел выплеснуть этот шред Играть самые сумасшедшие партии, которые только могу вообразить Я знаю, что Джейсон Все, кого я знаю из мира музыки Отзывались о нем как о безбашенном Поэтому мне все это сразу понравилось Мысль стать частью этого Если я уберу это, то звучать будет лучше Так быстро, чувак Работать с Люком было все равно, что работать с маленьким ребенком Чувство, будто он не знает ничего Когда только начали работать с Люком и записали две песни Он тогда не знал другие восемь Он их только простучал пару раз по бумажке, но никогда не играл на установке Скажу честно, я очень беспокоился, что он окажется обычным барабанщиком с Ютуба Каким его считают другие Но на самом деле этот парень знает, что делает, и он меня очень поразил Когда Джейсон скинул мне демки, я был просто поражен их уникальностью Тем, как сильно отличалось от всего того, что я слышал раньше И это и побудило меня собраться и взяться за это Когда он прибыл записывать первую песню Он, в принципе, ничем не отличался от любого барабанщика, которого мы записывали до определенного момента Если барабанщик играет бластбит, двойную бочку или сбивку Обычно мы делаем частотное разделение, чтобы это звучало чисто и правильно А он, во-первых, играл это на протяжении всей песни Что уже заслуживает уважения А во-вторых, звучало это просто отменно И это просто поразительно Первое — это работа ногами Быстрая игра ногами — это не то, что я часто практикую Но мне пришлось конкретно для этого альбома Еще очень много странно расставленных акцентов на тарелках Ну и, конечно, само чувство ритма и динамики Дело не только в том, чтобы бить сильно и громко Ты готов? Записываешь? Басуха совершенно новая Я взял ее буквально... Я взял ее и этой же ночью отдал ее тебе Я думал, тебе выдалась возможность поиграть Ну да, я поиграл пару часиков и сразу отдал Когда я спал на одном матрасе, то чувствовал каркас кровати Поэтому пришлось положить второй Вау, да ты умный! Инноватор Гений просто Да, спасибо Так, это тебе Это тебе Ты составляешь трек-лист? Да Так Что ты хочешь потом? Левую ногу Так, тут нарисуем бекон О, чувак! Я хочу, чтобы ты дал хеты прямо, чтобы я начал запись Понял Чтобы просто записать все нужное, если только ты не хочешь еще постучать Вспомнить партию Можешь сыграть их, когда захочешь, хоть после того, как пойдешь спать Я еще никогда не спал так рядом с записывающей студией С ума сойти И это вся песня Дети по-любому захотят ее сыграть после того, как услышат Чувак, это была та песня, которую ты только что сыграл Когда я услышал свой бласт бит, я такой Секундочку Мне кажется, у Close Down есть тот шред, что нужно Да, точно Надо показать все Мэтту, и он посмотрит А теперь попробуй замедлить Да Почему одной ногой? Почему эту часть ты играешь только одной ногой? Да На сегодня мы закончили Сделали половину Я задолбался Вот это круто Да, очень круто Эту песню мы написали еще в старшей школе Мы бы показали ее всем фанатам Мол, посмотри, как это быстро и технично И они такие Да, круто, чуваки Скажу так Я вообще не беспокоился о барабанной партии Я просто видел, что он сможет сыграть все, что я написал Вообще все Это уму непостижимо И вышло так, что он полностью оправдал мои ожидания Сделал точно то, что я хотел от него Он взял все, что я написал Сыграл и добавил свою изюминку И поэтому сделал партии в разы круче Работать с Джейсоном очень круто Потому что он точно знает, что он хочет И имея кого-то с таким талантом, чтобы смог сыграть все то, что он написал Это абсолютно невероятно Я не особо шарю в теме гитары Но я знаю, что очень немногие люди смогут сыграть то, что играет Джейсон Было несколько соло, которые мы не закончили И я мог буквально напеть ему их И он мог прямо на месте подобрать их Почувствовать, сыграть Их буквально секунд за 30 Нет, давай вот так Нет, не так И это было очень круто Я думаю, многие считают, что у него очень странный подход к музыке Сильная привязка к гитар-про, работа с табами Но работать с ним вместе было здорово Всплывающие идеи было великолепно Мне нравится так Звучит так загадочно Да, ты прав, так и оставим Повтори Так, надо посмотреть Ну, звучит вообще мощно Так, нужно убедиться Нужно убедиться, что это играбельно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было бы круто, если бы попал в ритм Комнаты еще раз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это было Блин, надо еще раз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит хорошо Это та ужасная партия Ее придется тренировать буквально часами, чтобы сыграть ее в нужном темпе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, включи метроном в два раза быстрее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это звучало почти идеально Это звучало почти идеально Это так чертовски круто, чувак Особенно, когда играешь все это мизинцем Давай еще раз Сейчас все получится Ты хочешь еще? Да, да, попробую вот сейчас В этот раз получится точно В этот раз? Именно в этот Шрэд, чувак, шрэд! Нужно найти то видео в инстаграме, где я это играю А то я забыл Помню, где-то глубоко оно лежало Очень глубоко А, вот оно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаю еще раз Кто вообще написал эту хитро-выбойную партию? Я Ну, молодец Я сделаю это для тебя В этот, в этот раз было неплохо Думаю, его и оставим Черт, я нажал сбросить к исходному варианту случайно Давай еще раз Да все не так плохо Все не так плохо Давай еще раз Всю партию с того момента Так должно звучать, да? Да Еще раз Да, круто Вот так Вот так, да Вот так вот круто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот на этих местах Надо концентрировать внимание Тогда давай Давай перезапишем это Давай перезапишем Время еще есть Так, давай разберемся здесь Че и как Давай разберемся Так Ты видишь это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так Так, это средний Это высокие и средние Басы внизу Дальше высокие Потом средние Потом высокие и средние Это в середине А за этим уже идет громкость Так Так, ты можешь? Так На 11 часов стоит Да Я все записал На 11 часов стоит Да Ну там Дальше посмотрим Сегодня я играю Вот этим О, коробочка с медиаторами Ты знал? Да Я бы не так совсем сыграл Так, погоди Давай еще раз Вот эти мелочишки Видишь? Понимаешь, о чем я? Да Партия где? Да Вот это Давай А, это Я так же сыграл Дай мне сюда Погляди-ка Звучит просто отпадно Сложно, правда, попасть точно в флажолет Где даже ладов нет Этим летом была жуткая засуха А я в бейсбол играл Да, было довольно прикольно Я уже даже не парюсь из-за гитары Гитара — это круто, конечно Но на самом деле это лишь маленькая деталь В одной большой картине И я, как только ты с этим закончил Безграничный простор открывается для тебя Что действительно поддерживает его игру на гитаре Так это кинематографичность и прочее программирование Безумно отличающееся Не знаю даже, как сказать Звучит как саундтрек к какому-нибудь фильму Я сейчас сделаю Надеюсь, получится Да, вроде так Это должно быть суперкруто Было круто работать с ним на стадии продакшена С видения, потому что он безумно талантлив в этом, как и в исполнении Эта запись появилась совершенно естественно Никто никуда не спешил Приходя на работу, я чувствовал, будто прихожу потусить с друзьями При этом создавая чудесную музыку И записи Ненавижу работать с Тейлором Черт возьми, просто кусок дерьма Ужасно делает свою работу Но было круто Хорошо, вот так оставим Как вы опишите Свои успехи в создании альбома? Пока потихоньку продвигается Почти все готово Осталось только сделать рямпинг-гитар Начать заниматься миксингом всех песен Чувствую, будет здорово Я очень взволнован Что ты будешь? Что ты будешь? Мы почти закончили Еще три гитарных дорожки осталось Да, это то, чем я занимаюсь Да, давай, чувак Твоя собака прибежала помочь мне Она такая, типа Что стряслось у тебя? Стоп, что? Да Да Хорошо Мы к тому времени привыкли высыпаться Где-то за 2-4 часа каждый день Это нормально Я читал статью, что люди с таким режимом сна В основном более творческие В альбоме он работал и с барабанами Поработал над звучанием Тоном Вышло сногсшибательно Что круто в этом альбоме Так это то, что это очень техничное Чистая и точная запись Такая же, каким Джейсон стал гитаристом Понимаете? И мы делали все органично Живые барабаны без триггера Могли, правда, иногда наложить пару сэмплов Но они были невероятно тихие Говоря о гитарах Рямпинг гитар делали через Фридман и через ПРС Через кабинеты Через большое количество винтажных микрофонов И при сведении мы старались использовать только аналоговое оборудование Аналоговый компрессор, эквалайзер Это странно, так как мы старались сделать альбом плотным, точным и чистым Но при этом захотели внести такой элемент сырости Внести такое чувство, будто они на самом деле играют вместе Круто было работать с продюсером Который реально шарит в барабанах И сам, и сам он очень классный парень Просто здорово Лучше всего для меня Описывает этот альбом То, что в нем есть все элементы Которые я ненавижу Как то техничный металл Стиль музыки, над которым я вообще не хочу работать Но при этом мне все абсолютно понравилось И это здорово Это так безумно похоже на все Не знаю, как будто саундтрек к фильму Это можно иногда у кого-то услышать Но ни у кого не получается сделать это так, как у Джейсона Он понял, как делать такой стиль музыки И сделать это очень интересно Технично и мелодично И это как-то интересно ушам Потому что интересно следить за тем, как течет песня Ощущается гармонично Как по мне, он очень овладел искусством создания такой музыки Не знаю даже, будет ли он работать в таком стиле еще Может, в следующий раз он займется классикой Или вообще перезапустит металл Я делаю выстрелы Джаред Ну вот опять Что я сделал? Вот, слышал? Нет Я даже не знаю, к чему прислушиваться Как попкорн Кстати, когда ты слушаешь какую-либо музыку Сосредоточенно, нужно быть внимательным Ничего не должно закрывать уши Черт, опять потерял Понял Это в первой половине На 18 секунде Расскажи Когда ты впервые послушал это? Какими были твои первые мысли? Было что-то, что ты хотел поменять Это Просто Охеренный альбом Просто Охренительно звучит Просто здорово Ты рад? Да, очень Думаешь, фанатам не просто понравится им башню снесет? Согласен Я порву в клочья все их ожидания Да, уверен Уверен, они получат то, чего они не ожидали Я на 100% согласен Да, ты прав Они услышат это И будет совсем не то, к чему они готовились Они ожидают Я могу гарантировать Что почти 90% людей Которые купят его Будут думать, что это Обычный гитарный сольный альбом В котором Прикольные ритмы Риффы И чуваки наигрывают соло Поверх каждого трека Но это Совсем не так Это будет похоже на фильм Который звучит как самостоятельный фильм И прогрессив метал на фоне Который звучит как самостоятельный фильм